Медичные центры доктора Вобновского в Харкове У каждого из нас есть вот эти фотографии, где мы на велосипедике в детстве. То есть, когда мы были маленькие, мы любили кататься. А что же произошло сейчас? Как часто вы сейчас выезжаете покататься на велосипеде? Но все-таки нужно отметить, что в Харькове появилось больше людей, катающихся на велосипедах. Это здорово. И вот сегодня некоторые из этих велолюбителей принимают участие в Харьковской гонке. Первая Харьковская сотка, последний этап Айронвей Лиги. Это Лига Любителей. То есть, это на 90% любители. Есть здесь профессиональные велогонщики. В основном они уже, собственно, завязавшие с профессиональным спортом. Но сила есть сила. Есть ветераны, которые могут дать фору молодым. Но это Лига Любителей. Ребята проехали 50 километров. Как ощущения вот от этой гонки? Хорошая гонка, завалы. Нормальная, настоящая гонка. Непрофессиональная, но вполне интересная. Завалы, это вот это все падают? Вот это все упали? Когда едет группа большая, человек 30-40, один человек делает неправильное движение, получается, врезаются друг с друга, падают, на них наезжают. И потом это растаскивается. Слушайте, дело в том, что мы находимся в программе на здоровье. Я вот пытаюсь рассказать людям, что вот это вот самый безопасный практически вид транспорта, самый полезный для здоровья. А вот насчет завалов? Это так, но не в велогонке. Велогонка это все-таки околоспортивное мероприятие на текущий момент. Здесь можно было ехать безопасно, но туда нужно было сразу отставать от группы, ехать в своем темпе, ехать 50 или 100 километров. Но в своем темпе тогда это безопасно. Если ты борешься за место, если ты хочешь показать свой личный результат, то надо быть готовым к тому, что ты упадешь, что ты получишь травму, что у тебя поломается велосипед. Но это как бы для того и шлемы, для того и велосипеды, для того и тренировки. А зачем вы участвуете в гонке? А вот все-таки хочется на подиум, медали, призы? Нет, я хотел покататься. И все. И все. Так, ладно, может быть, этот человек нам скажет все-таки настоящую правду. Скажите правду. Да правда, просто выехали покататься, было интересно, все-таки к чему-то весь сезон сидели, готовились, ради чего-то крутились танки. Вы знаете, что велоспорт добавляет как минимум 5 лет жизни. По статистике, женщины живут больше. Мужчины, это ваш шанс. Догоняйте нас. Занимайтесь велоспортом. И живите долго и счастливо. Финиш, финиш. Финиш, финиш. Финиш, финиш. Вот он, вот он финиш участника. Так, ну что, у нас первый победитель первой Харьковской сотки. Я так понимаю. И все это еще и в программе на здоровье. Вы как считаете, это совместимо с на здоровье-то? Ну, конечно. Тут любительские соревнования. Все для здорового образа жизни. Пропагандируем его. Показываем собственный пример. Скажите, пожалуйста, вот уважаемые телезрители, вот этот человек вообще похож на любителя. Как-то все-таки вы выглядите профессионалом. Ну, было профессиональное немножко прошлое, но потом был долгий перерыв. Там, наверное, лет 8-10. Я уже точно не помню. Ну, а сейчас в любительских гонках участвую. Знаю. Самое главное не победа, самое главное поддерживать форму, чтобы это было в кайф. Люди с любыми атропометрическими данными могут ездить. Там и байк, и шоссе, и BMX, там, все что угодно. Какое место? Серега, выиграл. А? Выиграл. Первое место. Это Харька, ребята. Это Харька. Да, да, да. Стартуй, стартуй. Да, стартуй. Вот она, красивая тучка. Вот такая красивая тучка. Если вы хотите побывать на настоящих соревнованиях, например, на Tour de France, вот тут почти все то же самое. Красивые мужчины, отлично сложены, красивые велосипеды, красивая велоформа. Вы видите, что здесь происходит? То есть нужно всего лишь навсего заниматься велоспортом. И все, и ты находишься в окружении красивых, здоровых, улыбающихся ребят. А вот у велолюбителей тут есть шанс как-то встать на подиум? У всех есть шанс встать на подиум. Для этого надо тренироваться и соблюдать режим. Для любителей режим – это такое дело. Надо жить полной жизнью и получать удовольствие от велосипеда. Вот это самое главное. Вот это самое главное. И главное – на здоровье. На здоровье, да. Ну что, финишируют очередные участники Харьковской сотки. Поздравляем всех, кто принял участие сегодня в этой гонке. Вообще я бы хотела поздравить всех, кто сегодня и стартовал, и финишировал. Настоящий веломаньяк. Он такой, знаете, вот он не комплексует, заходя в велотрусах в супермаркет. Памперсы у них не ассоциируются с детьми. Вот если настоящий веломаньяк видит красивую девушку, он думает сначала, а если у нее байк? А если он видит красивую девушку на байке, он сначала оценивает ее байк. И когда настоящий веломаньяк падает, он падает так, чтобы байк был сверху. Я любитель. Самый обычный любитель. Кататься начал в 50 лет. Вот ваши рекомендации тем людям, которые решили сесть на велосипед. Для того, чтобы это было для здоровья и безопасно. Ну, сначала научиться на нем ездить. Обязательно взять уроки у профессионального тренера, потому что многие садятся на велосипед и не понимают, что на него надо правильно сесть, надо правильно подобрать велосипед. Конечно, если человек неправильно будет высажен на велосипеде, соответственно, это травма спины и травма коленей. Надо обязательно купить велоформу, обязательно надеть шлем, не кататься по проезжей части, пока не научился. И просто ездить, пока не почувствуешь, что ты полноправный участник движения, как велодвижения, так и автомобильного движения. Девчонки, вы же помните вот это упражнение на фитнесе, велосипед? Оно такое трудное, если его выполнять нужное количество раз и правильно. Так вот это вот самый настоящий велосипед. Самый настоящий. Вот здесь вот сжигается, тут подкачивается. И все это легко. Попробуйте. Ну вот приятно же ехать. Наконец-то мы ждали, ждали и дождались девушку-победительницу. Как здорово все-таки встретить здесь, среди красивых мужчин, красивую девушку. Татьяна, она любительница. Она не профессионал. Она рассказала, что когда-то она бегала, потом были травмы, но сейчас вот села на велосипед. Участники у нас приближаются к финишу. 100 километров белогорка. Они сегодня преодолевают. Это 6 километров. 100 километров. Еле с велосипеда слез. А сейчас улыбкается. Рад, счастлив. Да. Ну было сложно. Был очень сильный ветер. Я с группой проехала только первый круг. И потом отвалилась на развороте. Я очень сильно расстроилась. Очень сильно расстроилась. Ой, ну Таня, так расстроилась. Ну так расстроилась. Я приехала первая. Ой, я просто счастлива. Вы когда мне сказали, я не могла поверить. Это так здорово. Ну просто мне не верится. Вот в плане красоты для девчонок, а? Велосипед – это самое главное для женской красоты. Потому что, что самое главное женской красоты? Это красивые ноги и красивая попа. То есть ничем, кроме велосипеда, вы не сделаете такую попу красивую. И такую красивую большую улыбку. Да. Особенно, когда приезжаешь первой. Упражнение «Велосипед», про которое я вам говорила, это вот, вот он. Делайте это упражнение на этом велосипеде, и все будет хорошо. Кому-то в программе «На здоровье» всем поклонникам вот этого транспорта. Что желаем? Не лениться. Кататься. Кататься как можно больше, не падать, получать удовольствие, получать ветер, солнце. Как сказал Альберт Эйнштейн, жизнь – это как вождение велосипеда. Если хочешь сохранить равновесие, двигайся. Так что, друзья, давайте двигаться навстречу победам, радостным эмоциям, новым знакомствам и, конечно же, на здоровье. На Востоке его называют овощем долголетия. Баклажан укрепляет сердце и сосудистую систему. И специально для вашего долголетия у нас интересный и вкусный рецепт. Сегодня я приготовлю закуску из запеченных баклажанов. Баклажаны нужно запечь. Существует два способа. Сделать это на гриле, на открытых углях, либо в духовке. Я запекла сегодня баклажаны в духовке. Баклажаны должны быть совсем мягкими, особенно возле хвостика. Для того, чтобы их очистить, их нужно полностью остудить, и тогда кожица легко отходит. Не нужны никакие лайфхаки с применением закрытых пакетов или чего-то другого. Нарезаю баклажан кубиком. И теперь аккуратно вилкой еще немного разбираю и вот так взбиваю. Теперь нарезаю помидор. Мне понадобится твердый помидор, для того, чтобы тоже нарезать кубиком. И болгарский перчик. Сегодня я хочу сделать салат конфетти, поэтому перец буду использовать желтый, помидор красный. Для придания пикантности нашей баклажанной закуски я добавлю красный лук. Также можно использовать и белый салатный. И в конце добавляю кинзу крупными лепестками, немного присаливаю и добавляю лимонный сок. Сегодня я приготовила для вас полезную диетическую закуску из запеченных баклажанов. Больше рецептов смотрите в моем активном профиле в инстаграм кардамон, нижнее подчеркивание, фуд. Готовьте по моим рецептам, пишите отзывы. И всего хорошего. Генеральный партнер программы «На здоровье» – медичные центры доктора Вобновского в Харкове. Ну какая женщина не мечтает, как можно дольше оставаться здоровой, молодой, красивой? И ради этих целей мы используем множество приспособлений – косметология, различные средства по уходу за кожей лица, тела. Но есть еще одно проверенное эффективное средство, которое рекомендуют специалисты. И косметологи, и ортопеды, и реабилитологи считают, что молодость лица во многом зависит от состояния шеи. Благодаря сосудам, нервным окончаниям происходит питание головного мозга. И от их нормального функционирования зависит кровоснабжение и головы, и кожи лица. При заболеваниях позвоночника, особенно при шейном остеохондрозе, ухудшается кровоток шейного отдела головы в том числе. Ну и, конечно же, мышц лица, что непосредственно влияет на состояние кожи, ну и нашего внешнего вида. Шейный отдел позвоночника – это часть опорной конструкции всего организма. С возрастом даже в здоровом позвоночнике происходят дистрофические изменения. Позвонки изнашиваются и западают. При гиперлордозе, когда передняя структура шеи выдвинута вперед, плывет овал лица. Кожа под подбородком обвисает, растягивается под напором лишней жидкости и жира. Образуется двойной и тройной подбородок. Непосредственно с проблемой морщин работают косметологи. А наша задача им помочь специальными упражнениями. Это упражнения на верхний плечевой пояс, на шейный отдел позвоночника. И тем самым, когда улучшается кровоток, лимфоток, улучшается состояние мышц и лица в том числе. При шейном остеохондрозе спазмируются трапециевидные мышцы и, не получая достаточного питания, могут привести к образованию холки. При спазме мышц боковой поверхности шеи появляются поперечные морщины и складки на боковой поверхности шеи и носогубной складки. Тянем к подбородку. Хорошо. Дышим. Здесь у нас работают плечи и трапеция. В этом положении она напрягается, в этом расслабляется. Из-за этого у нас идет расслабление шейных позвонков. Хорошо. После наших занятий у пациенток повышается настроение, они улыбаются, они себя чувствуют намного лучше. Улыбка является главным украшением женщины, поэтому улыбайтесь и будьте здоровы. Я давно занимаюсь. Я делаю упражнения. Я хожу скандинавской ходьбой. А после занятий я вообще иду, лечу. Когда я прихожу сюда, позанимаюсь с тренером, и я прямо лечу домой. Мне очень легко идти, радостно, хорошо идти. Я по-другому совершенно себя чувствую и живу легко. Здесь у нас идет вращение плечами, для того, чтобы расслабить также трапеции и шею. Здесь у нас идет напряжение, то есть трапеция у нас зажимается. Здесь идет максимальное расслабление, так здесь работают еще грудной отдел и шейный отдел. Это упражнение способствует умственной деятельности, концентрации и хорошему кровоснабжению головы. Морщины мелкие и глубокие, складки у рта и на лбу – это все признаки прожитых лет, жизненных проблем. Правильно подобранные процедуры, косметические средства дадут результат при здоровом питании и правильной физической активности. Женщина со стройной фигурой, подтянутыми мышцами, всегда выглядит моложе. Основа здоровья – это позвоночник. И надо следить за собой, надо уделять время тренировкам, иначе красота без здоровья, она невозможна. Когда болит, даже человек не улыбается. Мышцы работают, пусть они косвенно работают, связочки вот эти. У нас же тут большой комплекс упражнений. Шею тоже мы тренируем, и вроде бы как неплохо. В течение трех месяцев мне стало гораздо лучше. Я уже чувствую себя, в принципе, нормально. Стресс уходит, это точно. Это четко я заметила. Рекомендую всем. Больше улыбайтесь и не бойтесь проявлять положительные эмоции. Долой скорбную и озабоченную маску. Старайтесь, чтобы уголки губ были приподнятыми. Довольно сложная задача – постоянно контролировать свою мимику. Но это и есть привилегия молодости, когда светятся глаза и на лице радость. Генеральный партнер программы «На здоровье» – медичные центры доктора Вобновского в Харкове. Как говорил Марк Твен, счастье хотя бы один раз в жизни стучится в дверь каждого человека. Просто этот каждый может в это время сидеть в соседнем кабачке и не слышать. Прислушайтесь и не упускайте своего счастья. Это была программа «На здоровье». Увидимся через неделю. Мы будем говорить о спортивных травмах и их профилактике. А еще будем заниматься паркуром. И все это на здоровье. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова